Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Clash of Clans. Наконец-таки я перешел на девятый ТХ. Прошло больше года с того момента, как я перешел на восьмую ратушу, и, честно говоря, за вот этот вот год, на протяжении этого года, я все время сражался одним и тем же отрядом, топ-миксом, что, по сути, сделаю и сейчас, но да ладно. Я играл теми же самыми персонажами, и это уже немного наскучило. Хочется чего-то нового, и поэтому я рискнул и прокачался до девятки. Сейчас я, наверное, считаюсь все-таки своего рода рашером, потому что у меня еще не до конца прокачан король, у меня не до конца прокачаны некоторые войска, но мне все равно. Мне просто хотелось уже ощутить в этой игре чего-то нового. И, например, сейчас я могу построить новые войска, я могу подобрать новую команду. Это очень клево, это очень круто. И первое, с чего бы я хотел начать, это с того, если вам несложно, поставьте лайк и поделитесь этим роликом, потому что этот ролик будет своего рода масштабным, и вы сейчас поймете почему. Давайте начнем с того, что я перехожу в магазин, и мне предлагают здесь набор Ратуши 9, в 6 раз выгоднее. Я с этим соглашусь, здесь дается второго уровня сразу же, чтобы не наврать, как она называется, Арбалет, да, второго уровня Арбалет, потом дается Королева Лучниц и 1200 гемов. Я приобретаю эту штуку не просто так, вы сейчас поймете почему, поэтому давайте ее возьмем, я нажимаю покупаем и купить. Тратим 10 долларов и мне нужно ввести пароль. Что ж такое, ладно. Извиняюсь, секунду, нужно ввести пароль. Пароль я вроде бы как вел, не знаю, правильный, либо нет, но нажимаю подтвердить, надеюсь, что все правильно, и мы сейчас приобретем этот наборчик. Я просто хочу по-быстренькому качаться, и в целом этот набор мне довольно сильно поможет. Что ж, как вы видите, мне предлагается установить Арбалет, давайте поставим его. Арбалет у меня становится сразу же второго уровня, и я прокачиваюсь до 85-го. Получено кристаллов 1200. Набор Ратуши 9 получен. А почему у меня, кстати, странная система, а почему королеву лучниц-то не выдали? Где моя королева лучниц? Так, извиняюсь, войско куплено. А, куплено. А где она? Вот она, все, теперь все хорошо. И вот королева лучниц. Все, мы приобрели уже два новых вида обороны. Две новых вида... Блин, два новых вида обороны. В общем, две обороны мы приобрели, заговариваясь немножко. Это Арбалет и, конечно же, королева лучниц. В целом, нам эта оборона на данный момент довольно сильно поможет, потому что я только недавно перешел на 9-й ТХ, и это будет неплохим плюсом. 2921 гем у меня есть на данный момент, и поэтому мы приобретаем еще одну хижину строителя, что немаловажно. Давным-давно уже нужно было приобрести 5 хижин строителя, но у меня все никак не получалось, потому что я не доходил ни разу до, получается, мастер-лиги. Я все время торчал на хрустале, а чтобы получить там энное количество гемов в виде ачивки, нужно дойти до мастера, либо до чемпиона, не помню точно. И у меня все время это не получалось сделать, из-за того, что и времени было мало, да и возможностей, по сути, не было. Я все время торчал на хрустале. Так вот, сейчас у меня появилась эта возможность, я могу приобрести, наконец-таки, 5-го строителя. Он мне также поможет при прокачке некоторых юнитов. Ну, а также мы будем сейчас закупаться, это, конечно же, защита, мы переходим сюда, и, наверное, первое, что я приобрету, даже не знаю, даже не знаю, скорее потайную Теслу. Довольно мощная оборона, и поэтому день будет отстраиваться, пускай отстраиваться, я не против. И сейчас, конечно же, под конец вот такой вот всего грандиозного масштабной раскачки мы, конечно же, атакуем. Бой, подбор, смотрим. Мне что-то не везет с поиском базы. Нахожу вот, по сути, только такого рода базы, и все. Не знаю даже, напасть что ли на эту. В целом, мне сейчас все равно, на какую базу нападать. Хотелось бы просто протестировать, конечно же, королеву лучниц, ну и в целом команду, как она будет играться на 9-м ТХ. Я думаю, ничего не изменилось, все то же самое. Атакуем с двух сторон, чтобы, конечно же, был какой-то эффект. Также ждем, пока выстрелят мортиры. Смотрим. Мортиры выстрелили, все отлично, выпускаем бомберов. Но, к сожалению, ничего не получилось. А, нет, все получилось. Как вы видите, пробились дальше, и это очень хорошо. Дальше я, конечно же, чищу вот этот вот круг. Ну, нужно, конечно, его получше почистить было бы, но, я думаю, 6 колдунов я оставлю на потом, на всякий случай, а то вдруг понадобится. С одной стороны я тогда выпускаю короля, с другой стороны я выпускаю лучницу, и с этой стороны я выпускаю еще двух, как бы их назвать-то правильно, пек. Вот, все правильно. Отлично. Продвигаемся дальше, разносим потихоньку базу. Как вы видите, у меня вроде бы как все получается. Но нужно теперь следить за двумя героями, точнее, за одним пока что, чтобы включить вовремя ихную способность. Давайте даже королю сейчас активируем, потому что он потихоньку ее теряет. Ну, и дальше я, наверное, сейчас воспользуюсь, опять же, ускорителем. Вот здесь вот. Точнее, не ускорителем, а рейджем. Правильно называется рейдж. И выпускаем вот здесь вот сбоку оставшихся колдунов. Дальше можем захилить колдунов. Лучше всего, конечно, хилить колдунов, но здесь мне, по сути, не требуется их хилить. Здесь лучше всего разнести сейчас оборону и хилку кинуть именно сюда. У меня остаются практически все в целости и сохранности войска. Ну, и я забираю там, получается, 300 тысяч золота и 300 тысяч эликсира. Что не так уж и плохо. Хотя, конечно, хотелось бы и большего при таком-то ТХ, при таких-то войсках. Но в целом, что есть, то есть. Отлично. Королева-лучниц справилась. Также справился и король. Я получаю 292 тысячи золота, 254 тысячи эликсира и 121 дарк. Так, почему не получаю какой-то награды? По той причине, что я не находился ни в какой лиге. И сейчас я, как вы видите, попал в золотую лигу 1. Ну, да ладно. В любом случае, в скором перейду на хрустальную. И дальше будем заполучать каплю, получается, что там гемов. Какие гемов? Каплю. Дарка. Дарка. Наконец-таки вспомнил. Так, и хотелось бы еще почистить свою базу от мусора, потому что за это время мусора уж очень-то много. Все-таки в игру мне заходил приблизительно около 7 дней, да, около недели. И поэтому за это время появилось очень много мусора, половину из которого я даже не поудалял. Поэтому давайте посмотрим, сколько гемов мне придет с него. Я думаю, не так уж и много, потому что в целом мусора-то тоже не очень много. Если бы полностью база была бросла этим мусором, то тогда да, тогда можно было бы что-нибудь и вытащить. А так, пока что, сколько мне нападало там, 7-8 гемов? Ну, ладно. Сколько есть, столько есть. Ну и что ж, за этот выпуск, за этот выпуск на минуточку, на секундочку, мы прокачали Королеву Лучениц, мы прокачали Арбалет и начали прокачивать первую потайную Теслу. А это не так уж и плохо. Ах да, и совсем забыл про еще одну хижину строителей. На этом все тогда, ребят. Продолжим уже в следующем ролике полноценно играть в эту игрушку. Сейчас хотелось бы поделиться своим таким настроением, то, что прокачался до 9-го ТХ. Надеюсь, я это сделал. Ну и, конечно же, приобрел вот такую вот, которую уже не видно, штуковину, как пакет для 9-го ТХ. Да. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok